Первое послание Тимофею, глава 6, стихи 5-8. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Интересно, как это место можно истолковать для эмиссаров Мамоны, которые со всех ОМОНов кричат, что мы должны быть богатыми, мы должны быть обеспеченными. Писание называет, что это люди поврежденного ума и чуждые истины, а следовательно и люди, которые последуют за ними, будут такими же. Если мы полагаем, что, ведя благочестивую жизнь, мы заслуживаем материального успеха, то Писание, как видите, определяет нас, как людей с поврежденным умом и как людей чуждых истины. Чтобы быть благочестивым и довольным, необходимо разорвать отношения с подобными людьми, как написано «Удаляйся от таких». Освобождение от взаимоотношений с такими людьми открывает двери к истинному благочестию и истинному довольству, которое зиждется не на истливающих материальных благах, а на вечных и нетленных духовных ценностях, неисследимого и нетленного богатства Христова, данного нам в богатстве веры Божьей. Здесь говорится, что мы пришли в этот мир, который был до нас благоустроен Богом, и мы не принесли в него даже малейшей пылинки материальных ценностей. И когда мы покинем его и перейдем в мир более высокого порядка, мы ничего не сможем вынести из него, потому что материальные ценности в потустороннем мире не обладают ничем. Их вообще туда невозможно даже пронести, потому что они другого качества, другого измерения. А посему? Мы здесь для того, чтобы приобрести благочестие и довольство, поэтому не благочестие должно стать средством для приобретения денег, а правильное распоряжение деньгами для приобретения благочестия и довольства. Правильное распоряжение теми деньгами, которые Бог дал нам возможность заработать, чтобы приобрести благочестие и довольство. Это отнюдь не означает, что за деньги мы можем приобрести благочестие и довольство. Но это означает, что правильное отношение и расходование денег является благочестием. Когда мы научимся довольствоваться малым, нам будет доверено гораздо больше, чем мы можем себе представить. Одна из притч Матфея 25, 23 говорится, «Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Довольствоваться малым – это научиться жить в соответствии тех средств, которые доверил нам Бог, и искать горнего, который содержит в себе неследимые и нетленные богатства. Дело в том, что способность жить земным или небесным содержится в области нашего мышления. Когда мы помышляем о земном, мы движемся в направлении вечных мучений. Как написано, плотские помышления – суть смерть. А ведь материальные блага, они являются тленными. И если мы начинаем заботиться о них, Писание говорит, что это смерть, и что это вражда против Бога. Ибо такие помышления закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Римлянам 8, 7, 8. То есть люди, которые думают о материальном и как приобрести больше денег, они живут по плоти и Богу угодить не могут. Когда мы помышляем о горнем, мы движемся в направлении вечных блаженств, жизни и мира, которым присущи успех и устроение самого себя в Дом Божий. Помышления – духовная суть, жизнь и мир. Размышления. Как почтить Бога имеющимися у нас деньгами для достижения истинного благочестия и довольства в Боге. И когда мы будем так делать, мы будем входить в сферы изобилия и успеха. Размышляя же о том, как задействовать благочестие достижения материального изобилия, мы будем входить в сферу духовного банкротства, за которым последует смерть. А посему быть зависимым от денег, а также господствовать над деньгами – это практически вопрос жизни и смерти, который лежит в нашем мышлении. Это наш выбор – мыслить об этом или не мыслить. Принося десятины приношения Богу с тем, чтобы признать над собой власть Бога, поклониться Богу и выразить Ему свою любовь, мы обретаем сверхъестественную власть над деньгами. Власть над деньгами – это способность жить Богом, жить в Боге и жить для Бога. А у Бога появляется возможность давать нам успех во всех сферах нашей жизни и охранять нас. При этом желательно помнить, что это не значит, что этот успех обязательно будет сопровождаться всегда материальным довольством. Будут дни и будет время обязательно для каждого человека в отдельности, когда Бог его испытает нехваткой материальных ценностей, чтобы посмотреть, будет ли он искать Бога или не будет. Когда сатана сказал Богу об Иове, когда тот хвалился перед Ним, «Ты прошел землю, а ты обратил внимание на этого человека, он праведен и непорочен». Сатана сказал, «Конечно, праведен и непорочен», потому что у него богатство, благословение, как ни у кого на Востоке. Ты благословил его, ты оградил, и его процветание незыблемо. А попробуй, говорит, убери это, посмотрим, прославит ли он тебя. И тогда Бог говорит ему, пожалуйста, убери и посмотри. И Бог допускает сатане. Сатана ни секунды, ни медленно разрушил в один день все материальное благосостояние Иова, все за один день разрушил. И Иов встал и сказал, «Благословен Господь». Господь дал, Господь и взял. Видите, когда человек любит Господа, он не притыкается. «Господи, за что? Господи, почему я разбил машину? Почему меня выгнали с работы? Почему меня понизили в должности? Почему я не могу найти работу такую, которую я хочу?» Бог хочет, чтобы мы в таких обстоятельствах начинали искать Его. Эти обстоятельства являются уникальными, что дают возможность человеку соприкоснуться с Богом. Именно тогда он начинает понимать ценность между материальным и между духовным. И начинает благодарить и говорить Богу, Господи, я благодарю Тебя, что это можно у меня забрать, но Тебя у меня никто не может отнять. Поэтому Давид, будучи самым богатым человеком в свое время в мире, говорил, что для него великое богатство – это Слово Божие, что оно слаще меда и капель сота, и что он предпочитает все земные богатства Слову Божьему и пребыванию в Доме Божьем. Вот когда мы сделаем решение, чтобы так жить, а это решение – это не эмоция. Это решение, эмоция потом последует за нами, то именно тогда мы и правильно будем поклоняться Богу в десятинах и приношениях, не искать материального, а искать общение с Богом. Мы сейчас будем служить Господу, служить десятинами и приношениями, поклоняться Богу в десятинах и приношениях, чтить Бога десятинами и приношениями, выражать свою любовь и признавать над собою Его неоспоримую власть. И будем петь песню «На рассвете последнего утра». Это момент, когда мы подсекаем корень всех зол – сребролюбие. И будем помнить, что если корень всех зол – сребролюбие, то власть над деньгами – корень всякого добра. А эту власть мы выражаем тогда, когда мы отделяем десятинные приношения дома своего и чтим Господа в Его доме. Встанем, пожалуйста, будем петь песню «На рассвете последнего утра» и да благословит нас Господь в этом уникальном служении. Всякий раз, когда Израиль чтил Господа десятинами и приношениями, он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил от Господа, возлагать на свои приношения руки и исповедовать при этом одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваши приношения и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да благословит вас Господь. Можете садиться.